В начале недели Михаил Юрьевич поздравил выпускников школ, их родителей и учителей с окончанием учебного года. Глава региона отметил, что в этом году количество 11-ти классников, набравших на ЕГЭ высший балл, в Челябинской области выросло по сравнению с прошлым годом в три раза. А 188 учеников сдали итоговый экзамен на 100 баллов. Полученные результаты прошли проверку в Министерстве образования Российской Федерации, претензий со стороны федерального ведомства к ним нет. Михаил Юрьевич вручил медали, грамоты и объявил о присвоении почетных званий. Из рук губернатора 9 южноуральцев получили государственные награды, все присвоены указами президента России Владимира Путина. Рады приветствовать вас и поздравить высокими государственными наградами, большими званиями, грамотными президентами Российской Федерации. Сегодня награды получают 9 южноуральцев, которые дают самые праздные специальности. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден гендиректор автозавода «Урал» Виктор Корман. Благодарность президента России за трудовые успехи получил замглавы Магнитогорска Олег Грищенко. Была вручена почетная грамота главы государства за заслуги в развитии физической культуры Виктору Слободчакову. Также были присвоены звания заслуженный металлург, работник сельского хозяйства, работник культуры. Губернатор одобрил новую программу Южноуральской корпорации жилищного строительства и ипотеки, направленную на поддержку молодых учителей. Новшеством могут воспользоваться педагоги в возрасте до 35 лет. Работающий в государственных образовательных учреждениях начального, основного и среднего общего образования. Программа будет работать до конца года. Сейчас средняя процент основкой по ипотеке по Челябинской области 13,5-14, а это 8,5. Будет в принципе 3-4 тысячи в месяц. Это самый минимум, который экономит учитель, взявшийся ипотеку именно по федеральной программе ИЖК. В поселке Роза продолжается переселение жителей с края угольного разреза. За всеми этапами работ следит Михаил Юревич. В середине мая он провел большое совещание, а на неделе побывал в самом поселке и в Копейске, где для розенцев строится новый микрорайон. О том, как идет переселение, глава региона спрашивал не у своих подчиненных, а у жителей города. Розенцев, которые ждут новоселья и беспокоят, что не все дома расселяют сразу. В пустых квартирах нередко орудуют мародеры. После общения с переселенцами Михаил Юревич побывал на площадке, где уже снесены 82 дома. К началу июля из Розы переехали 1700 человек. По соседству с руинами еще остались и аварийное строение. Их владельцам ключи от новых квартир вручают почти каждый день. Сначала надо познакомиться с квартирами, мы еще там не были. Наружу дом видели, а внутрь не пускают ключи. Вот только сейчас дали ключи. Ключи дали, вот завтра или посредавтра поедем. Те, кто уже переехал, пожаловались губернатору на отсутствие зеленок на квартиры. Глава региона рассказал, что документы они получат до 10 июля. А основной этап переселения закончится к 1 октября. Лучше здесь. Все-таки новое жилье, новый микрорайон. Все чисто, аккуратно. Новые дороги. Тут же во дворе детский садик один, там дальше будет второй. Поликлиника будет рядом. Все равно здесь близость к мегаполису, к Челябинску. Намного ближе, да, и обслуживание транспортное. Все равно здесь будет лучше. В середине недели Михаил Юревич вместе с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Игорем Халманских посетили МИАС. Они встретились с активом Челябинского отделения движения в защиту человека труда. Беседа состоялась на заводе «Урал». Прежде всего для человека труда нужна, чтобы защищенность была, да, нужна достойная заработная плата. Для этого много задач, да, и прежде всего макроэкономические задач надо решать. Также в МИАСе прошло совещание, посвященное тарифной политике в регионе. Как подчеркнул Михаил Юревич, в текущем году в Челябинской области установленная президентом норма 6% в среднегодовом исчислении выдерживается. Хотя реальный рост гораздо выше. Чтобы жители области его не почувствовали, были приняты областные законы, дающие право на субсидии как южноуральцам, так и поставщикам. Принят областной закон о предоставлении адресных субсидий гражданам, у которых фактически рост совокупных платежей за коммунальные услуги с 1 июля 2013 года превысит 12%. То есть там, где уже невозможно уйти в нормативы, которые указаны в указе президента, вот в эти ориентиры, то тогда мы будем адресно субсидировать тех жителей, у кого тариф превысит 12%. Однако эти меры будут работать только при контроле за управляющими компаниями, уверен глава региона. Основная цель – не допустить рост цен на жилищные услуги, которые в общем для граждан составляют около 20%.